Ажиотаж, связанный с ростом цен на продукты питания, наблюдается и в аптеках. Ходят слухи о том, что лекарственные препараты должны подорожать. Так ли это, проверяла наша съемочная группа. В мире лекарственных средств сейчас очень легко потеряться. Мы часто переплачиваем за бренд и удивляемся, почему на лекарства уходит так много средств. Но на здоровье денег не жалко. О грядущем повышении цен на препараты заговорили сразу же, как начали расти цены на продовольствие. Представители Минздрав соцразвития Чувашии провели рейд по аптекам города, чтобы выяснить, подорожали ли лекарства на самом деле. Хочется в преддверии Нового года успокоить наше население Чувашской республики в отношении повышения цены лекарственной препараты. Ситуация у нас на сегодняшний день достаточно стабильная. Антибиотики, препараты от давления, бронхиальной астмы и другие жизненно важные лекарства по результатам мониторинга за год изменились незначительно. Выросли в среднем менее чем на 1%. Фармацевты считают, что жители беспокоятся зря. Мы цены не повышали. Если было небольшое повышение, это цены были от поставщиков европейского качества, если были иностранного производства лекарства. Российского производства лекарства цены не менялись. Я инвалид, третья группа у меня по зрению. Для лечения глаз по глазным болезням я временами покупаю лекарства, которые мне нужны бывают. В ценах, если сказать, то рост цен я не вижу. Рост цен такой же. Вот и сегодня я купил Тауфон. Он раньше 120 рублей стоил примерно, и сейчас 120 же стоит. Ну, там 2 рубля, может, 3 рубля. Это в зависимости от аптеки. Вот такой разброс цен может быть. Я тут даже не обращаю внимания на это. Специалисты объясняют, что цены на лекарственные препараты регистрируются один раз в год. И в настоящий момент перерегистрации не было. Юлия Важенина, Оксана Александрова, Андрей Спиридонов, Республика.